всем привет друзья с вами варчик в этом видео будет разговор про type 5 heavy его понерфили все ужас танк у нас заберут мы его качали тратили свои бабосики вильните на мои денежки что же нам теперь делать как играть в игру это единственный танк на котором мы расслаблялись на десятках а теперь не на чем мне кажется здесь все как обычно разработчики сделали имбу а потом ее понерфили только в этот раз имба была еще и с простыми геймплеем на котором было легко держать высокий процент побед еще и легко наносить урон было очевидно что-то опять хэви рано или поздно понерфит разработчики делают так уже давно и это у них типа нормально когда люди спешат что-то выкачивает нагибают какое-то время большой промежуток времени либо маленький как с 268 вариант 4 либо большой как 105 хэви а потом они получают какой-то либо сильно убогий танк либо просто обычный нормальный танк как поступили с 28 вариант 4 в принципе танк остался в своем геймплей играть на нем можно а вот что делают стайп 5 хэви во первых это первая итерация теста и еще не факт что эти цифры будут окончательные поскольку разработчики миллион раз говорили что любят делать сначала сильно жесткая слабый результат а потом слишком сильный и выбирать середину либо наоборот в принципе не важно что мы видим на общем тесте стайп 5 хэви то что средние танки пробиваются в борта тяжелые быстрые танки пробиваются в корму но вот в лоб пробить практически никого невозможно за исключением там единиц бронированные танки просто в лоб никуда не пробиваются вообще а тот урон который вылетает но это максимум 300 с хвостиком а чаще всего это около 200 бывает даже соточка но с другой стороны всякие средние танки которые даже чуть-чуть подвернули порт а иногда даже сверху вдоль крышки корпуса просто пробиваются на 900 поскольку альфа теперь у нас 900 но это все голдовым фугасом на обычный фугас и даже я не пробовал поскольку там пробитие просто малюсенькое вот и все и тем фугасом я даже не буду пробивать стэшки обычные фугасы чисто для картонных танков по типу там бабахи 40 05 леопарда только для полного картона ну либо арту то есть довольно таки сложный и тяжелый танк у нас получается поскольку многие стреляют в тайп 5 хэви голдой и тайп 5 хэви не должен и не может стоять и выдерживать выстрелы врагов тем более дпмных танков которые пробивают его голдой очень легко но теперь получается так что на т5 хэви выезжать и давать свою альфу и закатываться назад смысла нет поскольку урон который ты дашь под бронированную танку при выезде малюсенький а то что ты получишь будет много и по-прежнему на медленном танке мы не можем сдерживать либо атаковать в по направлению против одного или нескольких врагов поскольку они нас задавят дпм он даже один танк нас просто задушит поскольку мы ему будем маленький урон давать если против нас какой-нибудь быстрый тяжик будет да и принципе я обычный тяжик нас просто тоже раздавит поскольку мы ему будем давать очень маленькую альфу он даже ее не почувствует но с другой стороны всякие ватные танки будут получать весомую пиздюлину но на полторы тысячи мы не сможем выдать поскольку альфу обрезали и прям жестко наказать какую-нибудь ватную телегу мы не сможем тоже разве что просто у половинить ее максимум а какой же сейчас то опять хэви на основе пока его еще не поменяли это танк который на голдовых фугасах выкатывается и дает в силуэт вражеским тяжам от 400 до 600 урона плюс-минус когда как смотря как вы стреляете умеете вы стрелять в нужные места а это днище танка крышки корпуса там ну и у разных танков разные уязвимые места плюс еще то есть вылетает весомый урон и мы можем еще и ватные танки наказывать на целую полторашку но мы можем наказывать только абсолютно ватные танки поскольку пробитие 75 что у основного снаряда что у голдового и вариант который есть сейчас на основе для игроков для большинства показался очень приятным и легким геймплее ца картошки медленным танком вражеским просто носит в силуэт довольно таки неплохой урон и за счет этого получает бесплатно хорошую циферку среднего урона плюс еще очень высокий процент побед на этом танке держится крайне легко то есть это имба на которой еще и легко играть вообще не помню чтобы в картошке когда-нибудь была такая лютая имба даже на 28 вариант 4 приходилось ездить и что-то делать там не было башни но да конечно там и броня лютая и скорость была и все остальное но там не было урона в силуэт мышкой приходилось поводить по экрану тем более еще и в ограниченном углу горизонтальной наводке поскольку башни там не было а тут тебе и башня и броня которая хоть и не часто но иногда отбивает еще и урон который наносится просто в силуэт а если ты еще и ватный танк стрельли что тебе на тебе большую циферку это перебор и что сделали разработчики они понерфили вов такое мясо что просто забей поскольку теперь выпукивать средний урон высокий каждый бой не получится если вы встретитесь против тяжелого танка он не будет ваши фугасы так жестко впитывать он их вообще будет игнорировать в основном и это правильное ощущение в игре не должно быть такого что тебе просто на бронированном танке в силуэт наносят большие цифры урона и ты вообще не ощущаешь себя на бронированном танке с другой стороны тайп 5 хэви тоже себя на бронированном танке не ощущает почему потому что в игре есть голда которая наносит ощутимый урон и тоже не так уж и сложно по тайп 5 хэви наносить голдой урон она конечно иногда отбивает но довольно таки редко и мне кажется что нужно было делать нерв тайп 5 хэви вместе с нервом голды и в куче это все вылилось бы во что-нибудь нормальное а так получается это какой-то нерв пальцем в небо а потом там где-то будет нерв голды как-то она там скучкуется и будет что-то понятно но по факту сейчас какой-то период как минимум два месяца тайп 5 хэви будет мусором после чего будет только тест переработки голды и потом еще может быть когда-нибудь еще тест или сразу уже будет изменение голды сразу в патч то есть это время еще пройдет довольно таки много конечно нерв тайп 5 хэви это было очевидно и нужно и ощущение от игры на тайп 5 хэви и против тайп 5 хэви в принципе разработчики примерно в правильную сторону пошли бронированные вражеские танки должны ощущать что в них есть броня в то же время тайп 5 хэви должен понимать что он играет на фугаснице и может наказывать ватные танки ощущение правильные но пропорции в которых все это на тестовом клиенте сделано какие-то неправильные нужно было рассчитать так чтобы тайп 5 хэви наносил хотя бы такую же альфу как ему прилетает в ответ против тяжелых танков но по факту он наносит тяжелым танкам меньше чем ему прилетает от любого тяжа нужно было сделать чтобы хотя бы вылетала 400 но не 200 это было бы конечно не 600 500 как иногда вылетает черкачами в борт но и 200 и 100 урона тоже как-то маловато чересчур нужно было рассчитать более четко чтобы тайп 5 хэви наносил какую-то сдачу врагу а не то что он выехал пукнул на соточку на 200 такой типом и в ответ 440 и чё а когда ватный танк наказывает что ты ему стреляешь на 900 хорошо да но ты его же не ваншот ниш тоже нужно рассчитывать так чтобы ты еще успел где-то перезарядиться а танк у тебя медленно и голдой пробивается довольно таки легко в общем-то опять хэви стал довольно таки сложным танком и на нем теперь реально нужно выцеливать думать куда едешь и не стрелять тяжам в лоб а вообще лучше на них не вылазить поскольку с тяжами дело плохо возможно это еще не окончательные цифры на тайп 5 хэви я надеюсь что они ему чуть-чуть подкрутят конечно танков которые он может теперь пробивать стало больше но тяжелые танки теперь недоступны практически всегда но как же будут плакать ца картошки это же имба которая легко игралась по геймплею ца картошки хоть где-то себя ощущала статистами при их уровне игры а теперь эту игрушечку отберут некоторые люди говорят это единственный танк на десятом уровне на котором я мог играть и отдыхать а у меня есть такой вопрос а зачем вам вообще 10 уровень то если он просто разработчиками убит теперь 9 уровень убит балансировщиков здесь проблема не только в тайп 5 хэви а в том что в просто разработчики убивают геймплей своей игры и очень медленно пытаются вернуть все в нормальное русло изменение тайп 5 хэви это всего лишь один малюсенький шажок на пути к правильному геймплею на пути к правильным ощущениям от танков и от геймплея на тяжелых танках на самом тайп 5 хэви и на ватных танках на десятом уровне но такой работы нужно проделать миллион а это всего лишь в одном месте один танчик этого очень мало чтобы десятки стали приятными с вами был варочка играть красиво пока